Институт лучевой энергетики Фантастические перспективы открывает перед человечеством новая область науки – лучевая энергетика Нобелевская премия по созданию гетероструктур, полученная Жаресом Ивановичем Алферовым, придала дополнительный импульс развитию оптотехники Военмех – один из первых вузов России, который приступил к подготовке специалистов по беспроволочной лучевой энергетике В 2001 году в Балтийском техническом университете был создан Институт лучевой энергетики Как подразделение университета, как институт, который призван готовить специалистов по наиболее современным направлениям полупроводниковой электроники, солнечной энергетики И всем вопросам, которые связаны с нетрадиционными методами получения, передачи энергии Создание Института лучевой энергетики стало возможным при содействии физико-технического института имени ИОФ Опыт знаменитых ученых и уникальная научно-техническая база всемирно известного научного центра позволили скоординировать усилия по обучению студентов-аптотехников Студенты ИЛЭ имеют возможность общаться с ведущими учеными страны и проходить преддипломную практику в специальных научных центрах Мы находимся в физико-техническом институте в лаборатории квантово-размерных гетероструктур и технологических установок молекулярно-пучковой эпитакси Которые обладают наибольшими возможностями по созданию этих нано-гетероструктур Мы имеем уже достаточно долгую историю взаимодействия с Балтийским государственным техническим университетом ВНМЕХ Многие наши сотрудники преподают там, преподавали и преподают там К нам приходят студенты на практику И в моей лаборатории есть несколько сотрудников, которые окончили ВНМЕХ С образованием института лучевой энергетики мы думаем, что эти связи еще более укрепятся Как с точки зрения подготовки кадров, так и с точки зрения проведения совместных научных работ Один из примеров реализации проектов в лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ имени ИОФЭ – создание солнечных батарей на основе гетероструктуры КПД преобразования солнечной энергии в электрическую в несколько раз выше традиционных аналогов Создание института стало возможным благодаря хорошему педагогическому профессорско-принимательскому составу Образовавшемуся на кафедре физики БГТУ Крупные специалисты в своей области Профессор Копьев Килл Сергеевич, профессор Поляков Георгий Иванович, профессор Некрасов Игорь Клавдевич Известный своими работами в области лазерной техники Вадим Евгеньевич Привалов И многие доценты кафедры, которые участвовали в самых различных направлениях Понимая перспективу лучевой энергетики, ректор университета Юрий Петрович Савельев Принял активное участие в создании новейшего направления в обучении студентов Институт лучевой энергетики ведет подготовку инженеров по специальности приборы и системы лучевой энергетики Факультет физики и лучевой энергетики, новый факультет И он готовит специалистов по специальности 19-12-00, лучевая энергетика Что такое лучевая энергетика? Лучевая энергетика – это беспроволочная передача энергии по электромагнитному лучу Как правило, это лазерный лук. Специальность лучевая энергетика предусматривает фундаментальную подготовку студентов прежде всего по физике, математике, компьютерной технике и программированию, адаптированным системам управления, оптике и электронике. По учебному плану студенты факультета изучают базовые дисциплины. Вот пять основных специальных дисциплин. Каналы передачи лучевой энергии. Здесь мы рассматриваем передачу энергии в безвоздушном пространстве, в космосе, на Земле, а также по специальным волноводным линиям, например, по стекловолоконам. Вторая дисциплина. Фазированные решетки, излучатели. Приходится по лучу лазера передавать огромные потоки энергии, исчисляемые сотнями миллионов ватт. Поэтому для нас центральным вопросом является создание фазированных решеток большого числа излучателей. Другая дисциплина как раз связана с управлением таких структур, больших структур. Это системы управления. Для того, чтобы иметь возможность управлять, наш студент изучает теорию управления, информатику, компьютерную технику. Важнейшей специальной дисциплиной является солнечная энергетика. Мы рассматриваем возможности построения солнечных электростанций в космосе, которые, по сути дела, электрифицируют космическое пространство. А также возможности построения наземных солнечных электростанций и бытовых энергоустановок. И, наконец, последнее. Наши студенты изучают специальные изделия лучевой энергетики, такие как мощные генераторы для уничтожения космического мусора, для разгона специальных блоков в космосе и так далее. Выпускник университета с дипломом оптотехника, имея самое современное высшее образование, сможет работать в любой сфере, связанной с энергетикой, радиоэлектроникой, оптикой, системами управления, вычислительной техникой. ВНМЕХ стоял у истоков, по сути дела, всей оборонной техники и продолжает играть выдающуюся роль в разработке современных устройств, которые направлены на защиту нашей Родины. Лично для меня ВНМЕХ – это один из флагманов высшей школы, который является носителем очень важной традиции. Традиции готовить студентов на базе самой современной техники, на базе последних научных достижений, что мы и пытаемся реализовать в нашем институте. Студенты ИЛЭ могут получить военное образование на факультете военного обучения. В университете имеются подготовительные курсы. Институт принимает студентов и на контрактную форму обучения. Мы приглашаем юношей и девушек, выпускников школ, техникумов поступать на наш факультет, факультет физики и лучевой энергетики, на специальность лучевая энергетика, потому что это специальность, специальность 21 века. Она содержит в себе такой научный потенциал. Юноши и девушки изучают столь много новых и интересных дисциплин, таких как информатика, как полупроводниковые гетероструктуры, как решетки полупроводниковых лазеров, которые еще вчера казались фантастическими. Международные проекты в области лучевой энергетики, лазерных излучателей, создания солнечных электростанций, космических энергоустановок, передачи энергии по оптиковолоконным линиям и другие ждут специалистов Института лучевой энергетики БГТУ «Военмех». «Виват Академия! Виват Профессорес!»